Ас-саляму алейкум и рахматуллахи ва баракату. С вами Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Сегодня мы, иншалла, закончим очередной урок по книге. И у нас четыре предложения, и разбор их, и новые слова. У нас четыре новых слова представлены. Но, возможно, в самих предложениях будут еще другие новые слова. Первое — это доруджун. В этом слове мы видим буквара с укуном, вам представлено. Дорудж — это полочка, или шуфляда еще называют в некоторых местах. Как правило, это такая, может быть, выдвижная полка. Или в данном случае, которая в партах есть, да, под партой. Или так вот открывается, или сразу открытая, да, открытая такая полка. Это дорудж. Второе слово — аль-курва-сету. 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 Аль-курва здесь долгий, с долгим алифом. Курва-са — это, может быть, большая тетрадь. Большая тетрадь. Таких больших объемов. Толстая обычно может быть на несколько предметов, допустим, да, такая. Сори-рун — следующее слово. Здесь мы видим ра, после нее долгий я, ри. Сори-рун — это кровать. Сори-рун — кровать. Следующее слово — ду-рус. Ду-рус. Здесь ра с долгим уау. Ру-рус. То есть уроки. Множественное число от слова дарс. Итак, первое, что у нас здесь, это вопрос на самом деле. Хель-хэйзе дорудюка? Хель-хэйзе дорудюка? Здесь несколько моментов. Во-первых, это вопросительное предложение. Мы видим, как пишется вопрос в конце слова, да, то есть наоборот, вот такой знак вопросительный. И впереди есть слово хель. Что оно означает? Хель, по сути, может в принципе не переводиться. Или переводиться как разве. То есть хель, если мы заберем его из перевода, Хель-хэйзе дорудюка? Это твоя полка, да, скажем. Твоя вот эта полка. Дорудюк и ка. Слитное местоимение, да, мы можем сказать Хель-хэйзе доруджи. Это моя полка. Хель-хэйзе дорудюка? Это твоя полка. Хель-хэйзе дорудюки? Это твоя, если мы говорим, там, девочки. Или дорудюгу, его полка, дорудюга, ее полка. Вот эти слитные местоимения обязательно нужно выучить, да, единственное число. У нас они были уже ранее. Хель, значит, показывает, что это вопрос. Да, это твоя полка? Да, то есть уже вопросик на или разве это твоя полка? Или, например, твоя ли это полка? Да, то есть так еще нужно сказать. Значит, доруджи – это мужской род, и поэтому указательное местоимение здесь используется в роли хэзе, да, хэзе доруджика. Переходим ко второму, да, аль-куррасату фи-ль-ха-гибати. Аль-куррасату фи-ль-ха-гибати. Аль-курраса – да, это тетрадь, скажем, да, большая такая. Здесь приходит в начале предложение. Помните, я вам говорила, что есть именные предложения, есть глагольные. В данном случае, вот, в начале мы видим имя, как правило, в определенном состоянии. Ну, состояние не обязательно выражено с помощью артикля, но здесь это явно видно, что вот артикль. Аль-куррасату, то есть данная конкретная тетрадь. Фи, да, здесь в. И мы видим аль-ха-гибати, фи-ль-ха-гибати. Помним, на прошлом уроке мы говорили о том, что после предлогов у нас приходят имена, что в положении джар, и основным признаком является косра. Это в сумке, да, в конкретной определенной сумке. То есть тетрадь в сумке, и поэтому здесь ти, фи-ль-ха-гибати. Это показывает вот падеж. При этом аль-куррасату мы видим, да, это тоже имя существительное, но здесь дамма. Почему? Потому что это мухтеда, это главный член предложения здесь, да, про что мы говорим? Про конкретно вот эту тетрадь. При чтении тоже мы, обратите внимание, уже говорили об этом, мы сокращаем долги. Мы не говорим фи-ль-ха-гибати, а фи-ль-ха-гибати. Сокращаем долги до огласовки, то есть до косры. Фи-ль. И сразу нолян. Фи-ль-ха-гибати. Следующее предложение. Третье. Здесь нумерация чуть-чуть, да, не соответствует, потому что в предыдущем уроке вот это четвертое мы не взяли, поэтому вышло, что часть джим, тут один, два, три, а это было с предыдущей части. Тем не менее, третье предложение уже сегодня, да, которое берем, вот тройка, если бы это было по нумерации, ну, мы сейчас здесь. Фи-ль-худжироти сарирун ва-ма-гадун. Фи-ль-худжироти. Опять же мы видим в-фи, да, аль-худжироти. Худжра – это комната. То есть в комнате. Фи, опять же, долги не тянут. Фи-ль-худжироти. И так как это после фи, после этого предлога, имя у нас что? Имеет вот эту косру в конце. Она проявляется здесь. Фи-ль-худжироти. То есть в комнате сарирун. Сарир – это я вам сказала кровать. Ва-ма-гадун – это, ну, это в данном случае кресло. Да, может быть, сидение или кресло. Сарирун ва. Здесь идет ва. Ва – это и. Да, это может быть чуть-чуть разные значения приходить, но в данном контексте это и. То есть есть в комнате кровать и кресло. Да, кровать и кресло. То есть есть кровать с креслом. Здесь чуть-чуть предложение построено по-другому. Да, в отличие от предыдущего, когда мы говорили «что-то» и потом «в сумке». А здесь, наоборот, «в комнате что-то». И то, и то, по сути, является именным предложением. Но в случае, когда у нас вот это «что-то», про что мы говорим, в неопределенном состоянии, а извещение какое-то приходит в виде, в данном случае, предлог с именем, то у нас меняются они как бы местами. То есть какая-то кровать и какое-то кресло в комнате. Поэтому сначала пришло в комнате, а потом кровать и кресло. При этом это предложение остается именным предложением. Переходим к следующему предложению, к четвертому. Четверка вот так пишется, да, но здесь я вам сказала порядок немножко из-за того, что в предыдущем уроке мы взяли четвертого. Опять же, схоже с предыдущим. То есть в книге, и мы видим после «фи» идет имя, признаком потежа у него вот этого состояния будет «касра», состояние «альджар». И затем, что «тис-са-а-тул». «Тис-са-а» — это девять. То есть в книге девять. То есть в книге есть девять. И потом идет как бы продолжение, пояснение, чего же там девять. «Дурусин», то есть уроков. В книге девять уроков. Здесь будет конструкция «Илафа». Подробнее еще, иншаллах, скоро вам я расскажу. Возможно, вот в следующем уроке как раз закончим вот этот урок. И с числительными в арабском языке вообще, ну, как бы много очень правил связано. Очень разнообразные. В зависимости от того, какое числительное. Исчисляемое может стоять в разном падеже, в разном там состоянии. И еще там много разного всего. Даже рот у них там отличается. Как вот в этом примере мы видим. Например, «тис-а-ту» — женский рот. «Дарс» — это мужской рот. Ну и всяких нюансов. Про них пока вместе с числителем мы не будем брать. Так как у вас здесь просто пример один. А сама тема, она такая требует уже достаточно большого количества лексического материала и какой-то уже грамматический, как минимум, познакомиться с общими какими-то правилами, нюансами и лафы. Потому что, по сути, это тоже вот этот конкретный случай. Это тоже лафа, но такая специфическая, конкретная, имеющая еще свои особенности дополнительные. Итак, «филь-ки-тэ-би тис-а-ту-ду-русин». Да, девять. Мы видим «тис-а-ту». То есть про что здесь говорится? Про девять. Про девять чего? Уроков. Про девять уроков. Знаешь, где эти девять уроков? В книге. То есть известили на вас о том, что вот эти девять каких-то уроков находятся в книге. Таким образом, мы с вами разобрали эти предложения. Я вам рекомендую их прочитывать, прописывать, смотреть какие-то моменты грамматические. Далее. В окончании этого урока здесь у вас также в книге есть разные написания буквы «Ра». Вы просматриваете, да? Напоминаю, что буква «Ра», она не соединяется с последующей буквой, она только соединяется с предыдущей, если предыдущая с ней вообще хочет соединяться. Смотрите, какие вариации у нее бывают, да? И прописываете и узнаете. В окончании этого урока у вас еще есть задание третье. Икра лактуб. То есть прочитай и напиши. Вам просто нужно потренироваться чтение этих слов, которые здесь, но значение их не нужно переводить и переживать, да? Это больше для произношения. То есть это для произношения. Ну, некоторые слова, если я буду считать необходимыми или такие более распространенные из последующих уроков, да? И в этом уроке я вам скажу их примерный перевод, но все не буду, потому что, во-первых, многие бывают очень редко использованы, и их нужно еще объяснить, какие-то вообще куда их использовать. Поэтому это не сейчас, ну, это не сейчас предмет, да, нашего обсуждения. Просто их прочитаю и скажу те слова, которые, вот, значение которых вы можете себе выписать. Ну, остальные пожелания можете посмотреть в словаре, но я как бы вам их пока не рекомендую, ну, на это тратить время свое, так скажем. Из этих слов вы просто прочитываете и прописываете, да, чтобы научиться просто писать, лучше почерк там свой отработать и легче вам было писать. Можно обратить внимание на слово тураб. Тураб – это как земля, как в значении почва, да, то есть земля, вот почва. И еще можно себе слово марати как бы выписать. То есть, скорее всего, оно может вас, если вы параллельно еще какие-то науки или таджвит, например, учите, или еще какие-то, это маратиб, мартаба, как какие-то степени, да, и маратиб – это вот степени, множественные числа, тоже может у вас встречаться это слово и чтобы вам было понятно, как оно пишется и что оно означает. В принципе, это все, что я вам хотела сегодня сказать. И это завершение по книге четвертого урока. И, иншалла, мы будем подводить итоги на следующий раз от предыдущих уроков, да, какие-то задания, которые для закрепления всего предыдущего материала. Благодарю вас, что вы изучаете арабский язык со мной. Будем продолжать. Жду ваших вопросов, отзывов, пожеланий и распространяйте, делитесь благими знаниями с другими. С вами была Умна Алик. Баракаллаху алейкум. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи. Варахматуллахи.